Честная ли была победа Маши, или ей помогали, и это все была постановка? Смотрите с первых уст. Вика рассказала мне, как она очень интересно избежала изменения своей прически в негативную сторону. Как ее не изуродовали из-за того, что она что сделала, вот сейчас она вам сама и расскажет. Как ты думаешь, если я знала, что мне обрежут волосы, и сидела кусала нервно губы и зубы, а потом подошла посредине съемок к Андре Дану и говорю, Андрей, я тебя очень люблю, я понимаю, что вы хотите мне обрезать волосы, но, пожалуйста, не отрезайте мне челку Боб Каре. То есть мне должны были в проекте отрезать челочку вот так вот, и вот такие сильно короткие волосы Боб Каре. И спасибо большое Андре Дану за то, что он меня спас, потому что он говорит, Вика, тебе это вообще идти не будет. Вот. Если вы думаете, что образы наши действительно там создавал Андре Дану, то Андрей участвовал в их утверждении, но изначально картинки формировались не специалистами гико-стайл, а нашими докторами, потому что учитывались психологические нотки. То есть мне волосы обрезались, ну, меня, допустим, как-то подломать, сломать, да, сделать постарше, сделать постарше, ведь мне уже выбрали какой-то такой вот оплат, где я буду по оборону, да. Вот. И поэтому, соответственно, я его не взяла с гордостью, но я очень благодарна за то, что они все-таки челку мне отрезали, потому что я себе не представляю, как бы я с ней жила. Я не представляю, как бы я с ней живет, Дымчук, потому что, ну, в моем понимании, это как-то так тяжело. Ну, то есть ее это сломало вообще очень сильно психологически, а хуже еще, когда девочку так изменили, и тут же ее и убрали. Поэтому я тебе могу сказать, откуда я это знала? Просто стилисты зеркало пролистывали телефонный слой, типа, какая я должна быть. Ну, и когда остановились на моей картинке, от зеркала, не у зеркала, да, показало мне о том, какая я должна быть, и понятное дело, что я попыталась как-то этого... Это будет связано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!